Газпром Газпром Я сегодня только впервые, как назошел, с видом МММ-каптера на тысячу. Газпром Так получилось, что я не посещала институт вот с того момента, когда я его закончила. Сегодня было очень приятно сюда прийти, посмотреть, что не так много изменений произошло, и все такое родное, и близкое, и сразу навеяли какие-то воспоминания. Самое яркое воспоминание — это воспитание молодости. Когда ты счастлив, вокруг тебя друзья, и вы все вместе, дружно встречаетесь на лекциях, бежите после лекции куда-то, и на утро возвращаетесь опять в институт. Достаточно часто встречаюсь, поддерживаю отношения с руководством нашего института. Или сейчас университета, да, вот. Я хорошо знаю некоторых деканов наших, и ректоров, которые сейчас исполняют обязанности, господина Шулуцкого Владимира Николаевича. То есть мы поддерживаем нормальные дружеские отношения. Реклама 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие выпускники, у вас сегодня будет возможность посетить кафедры, факультеты, встретиться со своими учителями. Я уверен, что сегодня у вас будут теплые воспоминания. Мы постарались, чтобы вам было комфортно. Я могу только поблагодарить всех профессоров, всех преподавателей, которые и меня научили, и моих коллег. Сегодня здесь у нас порядка 30 человек выпускников в России. Приехали от качественных отрядов выпускников, чтобы посетить кафедры, познакомиться с молодежью, показать наши перспективы. Очень интересная форма ярмарка вакансий. Я смотрю, какой интерес есть у ребят, действительно. Мы сегодня всегда никогда еще обсуждали эту экспрессиву прохождения практики. Потому что если молодой человек, в принципе, не познакомился с предприятием, а руководители предприятия не познакомились со своим потенциальным работником, конечно, очень трудно выстроить трудовые отношения. Сейчас нет уже такого распределения. Если нужно знать, каждая сторона должна знать друг друга. Поэтому чем раньше мы друг с другом будем общаться на самых разных форматах, в форме практики, в форме совместных научных разработок, в форме конференций, олимпиад, можно с чем угодно, тем быстрее мы действительно будем решать те задачи, которые стоят перед российской экономикой в ЦИХ. Основные специальности, которые востребованы сегодня на нашем рынке для нашей компании, это, конечно же, профильные специальности. Это операторы по добыче газа 3-4 разряда, разработчики, слесаря по контролю и ремонту технологических установок. Также мы берем на практику и информатиков, и ребята, которые учатся по защите информационной безопасности, вычислительной техники, охрану окружающей среды, тоже у нас в прошлый раз в году брали. То, что только технические специальности, связанность разработки нефтегазовых месторождений. Ну и также мы берем и кадровиков, айтишников, юристов, программистов по работе, связанность с средствами массообщений. То есть мы рассматриваем всех выпускников, всех студентов. Для того, чтобы сделать в нашем обществе «Газпром-трансгаз-рукта» успешную карьеру, молодой специалист должен понимать, что останавливаться на достигнутом, на получении диплома нельзя. Нужно постоянно совершенствоваться, саморазвиваться и стремиться к дальнейшему развитию. Карьерные цели? В принципе, пока что устроиться хотя бы на какую-то подработку, чтобы уже иметь какие-то свои знания именно на работе, помимо института. И в дальнейшем, после окончания магистратуры, уже устроиться по специальности и работать, работать и работать. Контакт! Есть контакт! Ура! То, что организована сегодня встреча у выпускников, мне кажется, это очень хорошо. И это возможность и встретиться с коллегами, и посмотреть институт, который мы не посещали уже очень давно. Мне кажется, что ЛЭТИ был институт и такой первый шаг в взрослую жизнь. Потому что, когда мы заканчивали школу, мне казалось, что мы были такие взрослые, когда я попала сюда и столкнулась с более самостоятельной жизнью и немножко другим уровнем обучения. И тут я понимаю, что вот я начала взрослеть. То есть это была, наверное, первая такая взрослая, такой взрослый жизненный опыт, скажем так. И я вспоминаю его постоянно. Ну, ЛЭТИ – это, во-первых, конечно же, большая, огромная школа жизни, потому как я пришел в 71-м году, поступил еще тогда в институт ЛЭТИ. И практически шесть раз выезжал на строки студенческих стандартных движений. Возглавлял свое время, был комиссаром не только линейного отряда, но и районного, зонального. Ну, знаете, я пришел как домой. Потому что получилось так, что я и жил здесь, недалеко на Петроградской, на Бронгерской улице. И в школу ходил, 72-й, это угол Льва Толстого и Рентгена. И там очень были тесные связи с институтом. Все эти математические и физические олимпиады проходили у нас в школе. Это определило, по сути дела, выбор института. Я даже, значит, вам скажу такую ситуацию. Вот то здание на улице профессора Попова, где находился факультет, в котором я учился, факультет корабельный ряд радиотехники и автоматики, в годы войны, в годы блокаде там находился госпиталь. И в этом госпитале работала моя бабушка. Она пережила все годы блокады. Поэтому стены института, это по большому счету стены моей семьи. Это нашего дома. Поэтому для меня это дом, и здесь очень много с этим связано. И ведь не только студенческие годы, пока я учился, так получилось, что ей последующие годы был самым непосредственным образом связан с институтом. Поэтому мне здесь крайне комфортно, приятно и счастливо. Очень приятно, что пригласили за эти 9 лет, что я не учился в этом. Закончил этот университет. Не было, скажем так, времени и возможности посетить, посмотреть, увидеть, что изменилось. Сегодня наглядно видно, что очень большой прогресс. Это университет как второй дом. Помимо образования он дает и круг общения, и новые знания, направление движения. То есть все, что происходило в последние 9 лет, это комплекс того, что было заложено в годы обучения. То есть это и стремление к знаниям, и желание чего-то достичь, а не сидеть на месте. Виктор Борисович, а ты из Егорска, тоже человек из филиала. Из Дельника. Много старше, приехал мне. Ну я, подождите, ну мы же, я же вас тоже знаю и помню, правильно? По крайней мере, вот все, что связано с институтом, здесь же очень широкая подготовка была. Не только чисто по специализации, допустим, электропривод или электротехника. Нам же давали и вычислительную технику, и радио, и тому прочее. И это всем пригодилось. Студентам хотелось бы пожелать учиться, ну в меру, все должно быть в меру. Университету развиваться, не останавливаться, предлагать что-то новое, привлекать новых студентов к себе и отправлять в жизнь уже подготовленных людей. Больше жизни, устремления в этой жизни, потому что без этих устремлений вряд ли что-то может получиться. Ну, ставить определенные цели и их, естественно, добиваться. Всегда быть порядочным, потому что честность и порядочность, наверное, на этом строятся. И всегда заниматься самообразованием. Не только проходить какое-то повышение квалификации от работодателя, но каждый день жить желанием более специализироваться, узко специализироваться в своем направлении и получать новые знания, опыт, практики. Образование через всю жизнь – это сейчас очень важно для многих людей. И тем более в таких условиях, когда развиваются новые технологии, когда новые вызовы. Наш университет тоже учится. Мы каждый день защищаем право называть себя ведущим университетом. Для «Газпрома» сегодня очень важно иметь тот перспективный, научный, инженерный, институционный потенциал молодых выпускников, которые могут прийти работать на наших предприятиях. Спасибо вам, друзья. «Газпром» с вами, а вы с нами. Потенциал всего института и преподавательского и студенческого мне хорошо известен. Я верю в эти.